Новый рингой посетил директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. Вместе с исполняющим обязанности главы города Антоном Колодиным он осмотрел дорожные стройки газовой столицы, Виаду, улицу геолого-разведчиков, внутриквартальные проезды и магистральную. Подрядчики молодцы, заказчики тоже неплохо себя ведут, но действительно корректировка, учитывая наш сезон, короткий сезон, необходимо, вот были на путепроводе, там необходимо добавить как и материальных, так и технических ресурсов. Здесь, допустим, на объекте видим, на магистральном, что высокая степень готовности, есть уверенность, что объекты будут завершены в срок. Касательно геолого-разведчиков ряд вопросов возникает с недвижимостью, которая там расположена, но обсудили с главой, видим, что этот вопрос тоже на контроле. На геолого-разведчиков контракт заключен до следующего года, но директор департамента попросил постараться закончить основные работы, а может и сдать объект уже в этом году. Осложнают ремонт ларьки, стоящие вдоль дороги. Вопрос с ними уже решается, отметил Антон Колодин. Во дворах на геолого-разведчиков не хватает дополнительных информационных стендов, чтобы жители знали, каким будет результат работ, а также в какие сроки должны закончиться все ремонты. Площадь большая, 25 тысяч квадратных метров. Подрядчик обещал исправить недочеты. Особое внимание не только к качеству работ, но и к культуре строительства. Видим тоже на некоторых объектах, она не на высоком уровне. Это в части и складирование материалов, в части важно техники безопасности, поэтому нам еще растет. Чтобы повышать культуру, в прошлом году в округе ввели конкурс «Лучшая строительная площадка». Победил объект в Губкинском. В этом сезоне есть кандидаты и в Новом Уренгое. Но есть и над чем работать, отметил Денис Напольских. Неравнодушный новый уренгоец добился ликвидации свалки возле садового товарищества «Ермак». Он поделился фотографиями гор мусора в своих соцсетях. Там их заметил Департамент общественной безопасности и гражданской защиты. Специалисты выехали на место для решения проблемы. О других новостях города расскажем короткой строкой. Газовая столица присоединится к «Экозавегу». В прошлом году акцию проводили только в Салихарде. В этот раз в ней примут участие Ноябрьск и Новый Уренгой. Спортивное экологическое мероприятие пройдет 24 августа. Участники смогут не только активно провести время с пользой для здоровья, но и принести пользу своему городу, собрав мусор на предложенном маршруте. Мероприятие организует региональный оператор ТКО «Ямалэкология» и команда «Ямалэкодому». К участию приглашаются все желающие. Возрастных ограничений нет. Новую Уренгой посетила Валентина Бантеева, ветеран компании «Газпромдобыча Ямбург». Именно она была первым диспетчером общества и 22 сентября 1986 года передала в Москву телефонограмму о пуске первых кубометров газа с ямбургского месторождения. Ее визит – часть регионального проекта «Герои Ямала». Каждый год округ посещают ветераны, которые сыграли важную роль в освоении Севера. В этом году «Ямал» ждет 60 таких гостей. На берегу озера Ямыли-Муяганта в Лимбияхе прошел субботник. Убрать территорию вышли специалисты уренгойской ГРЭС и молодежь района. Субботник приурочили к проекту «Наш чистый новый Уренгой», а также к акции «Вода России». Возле водоема собрано почти 2 кубометра мусора. Новоуренгойский роддом примет роженец из Лабытнанги и Салихарда. Перинатальный центр окружной столицы закрылся на 2 недели на ежегодную плановую дезинфекцию. Женщин с высоким риском осложнений на это время бортами санавиации будут доставлять в роддом газовой столицы. Для экстренных родов в Салихарде развернуто отделение на базе дневного стационара. В Москве прошло совещание председателя комиссии Госсовета. Под руководством помощника президента Алексея Дюмина обсуждали социально-экономическое развитие страны и подготовку новых нацпроектов. Губернатор Янао Дмитрий Артюхов принимал участие в заседании онлайн, так как находится с рабочей поездкой в Крыму. Напомню, накануне президент своим указом вновь назначил Дмитрия Артюхова главой комиссии Госсовета по направлению молодежь и дети. Новые и эффективные подходы работы с молодежью – стратегическая задача, которую в декабре 2022 года поставил перед комиссией президент. За короткий срок произошел качественный рывок в сфере. Изменения уже ощутили молодые люди в большинстве регионов страны, отметил губернатор. Фундамент создан. Впереди большое развитие. С 1 августа на Ямале на заправках «Газпромнефть» региональные продажи на 20% вырастут цены на топливо. Повышение не сотронет только четыре города – Лоботнанге, Муравленко, Ноябрьск и Новую Рингой. О других новостях округа расскажем далее. Еще больше скидок по карте «Морожка». С начала лета к проекту подключилось еще 10 предпринимателей округа. В Лоботнанге и Новом Рингой скидки по «Морожке» можно получить в семи торговых точках. Это магазины цветов, одежды и даже мебельный салон. Полный список компаний, сотрудничающих с программой «Морожка», можно найти на сайте. Программу лояльности для жителей округа продолжат расширять. До конца года в округе установят более полусотни новых теплых остановок. Павильоны появятся во всех крупных муниципалитетах Янао, а также в поселках Тазовский и Антипоюта. В Новом Рингой установят 12 теплых остановок. В Лоботнанге и Салихарде еще по 9. Места выбирают, учитывая запросы населения. Особое внимание к социально важным объектам – школам, спортивным и культурным центрам. Ежегодно в округе устанавливается не менее 50 новых теплых павильонов. Проект реализуется с 2019 года. Сделать пассажирские перевозки на Ямале комфортнее и доступнее – поручение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ямальские добровольные пожарные дружины получат новое оборудование, обмундирование и смогут пройти дополнительное обучение. Благодаря гранту губернатора для пожарной дружины Шурышкарского района закуплены мобильные посты пожаротушения. В небольших поселках этого района нет специализированного отделения спасателей. И новое оборудование позволит дружинникам эффективно справляться своими силами со многими задачами. Комплексы предназначены для доставки к месту пожара необходимого снаряжения, забора воды из водоемов и проведения аварийно-спасательных работ на пожаре силами добровольной пожарной охраны. Рабочая группа из Департамента по делам коренных народов Севера отправилась по местам стоянки оленеводов, чтобы обсудить с тундровиками насущные проблемы и актуальные вопросы. Оленеводы рассказали, что довольны мерами поддержки от округа. Самые популярные – это компенсация услуг спутниковой связи, чумовой капитал, ветеринарные аптечки, кочевые выплаты, выдача дров, а также медицинские услуги. В августе чиновники отправятся к тундровикам предгоре Полярного Урала. Заявить о своих чувствах на всю страну и выиграть одно из четырех незабываемых путешествий на двоих. В России стартовал конкурс «Выходи за меня». Поучаствовать могут супружеские пары, которые поженились через госуслуги. И те, кто собирается узаконить свои отношения до 20 декабря текущего года. Историю любви нужно опубликовать на открытой странице в ВК. Пост должен начинаться словами. «Я участвую в марафоне. Хэштег «Выходи за меня».» Подробности на сайте проекта. Адрес на экране. Корабли Балтийского флота отправились на Кубу. Российские моряки с учебного содна «Смольный», патрульного фрегата «Неустрашимый» и танкера «Ельня» встретятся с главой военно-морских сил Кубы и властями Гаваны. Посетят достопримечательности и примут участие в нескольких мероприятиях. О других важных событиях страны в новостях короткой строкой. Цены на фрукты и овощи в целом снижаются. Об этом сообщил Росстат. Свекла за неделю подешевела почти на 5%, морковь на 3%. Выросли в цене на 0,4% картофель и на 2,5% капуста. Изменения цен в меньшую сторону зафиксированы и по другим наименованиям. Куриные яйца, маргарин, черный чай, сыр, мясо кур и сухие смеси для детского питания тоже стали дешевле. С 25 июля банки будут приостанавливать подозрительные денежные операции на 2 дня. Изменения в закон о национальной платежной системе вступили в силу и обязывают финансовые организации проверять все денежные переводы физлиц, замораживать те, что вызывают сомнения и возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счет злоумышленников. Центральный банк дополнительно издал приказ, увеличивший число признаков мошеннических операций с 3 до 6. Он также начал действовать с 25 июля. В России замедлилась инфляция. На 22 июля показатель равен 9,18%. Неделей ранее эта цифра была на отметке 9,21%. В сегменте продовольственных товаров рост цен составил около 0,07%, а непродовольственных – 0,12%. В туристических и бытовых услугах также наблюдается незначительное снижение цен. В конце мая Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в России на 2024 год с 4,5% до 5,1%. Новые регионы должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. На развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году было выделено более 1,2 триллиона миллиардов рублей. В период с 2025 года до 2030 года запланированы также внушительные суммы. В работе участвуют федеральные ведомства, 26 госкомпаний и 82 российских региона, которые взяли под шефство конкретные районы и населенные пункты. Ямальские юные химики вернулись с олимпиадной смены, которая проходила в московском Фистехе. Школьники провели две недели в ведущем научном центре страны. За три года олимпиадную подготовку в МФТИ прошли более сотни ямальских ребят. Подготовка олимпиадников по школьным предметам – это одно из главных направлений работы всей образовательной системы округа. И ребята высоко оценивают такую поддержку региона. Мы приехали сюда на интенсивы по химии учиться. Мне здесь очень нравится. Здесь очень красиво и очень хорошие преподаватели. Мы отобрали наиболее сильных и мотивированных людей, которые уже сейчас показывают успехи. И дальше этих лучших – это сборная. Мы будем вести весь год для того, чтобы вырастить чемпионом. Когда мне сказали, что я в списках детей, которые полетят, я была очень рада. А сейчас наш информационный блог продолжит программа «Подруль». У меня все новости к этому часу. Не болейте и берегите себя. До встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...